За сутки на Ставрополье еще у 36 человек обнаружили коронавирус. Один пациент с подтвержденным диагнозом скончался. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор Владимир Владимиров. Таким образом, всего в регионе насчитывается 824 случая заболевания. 18 пациентов в тяжелом состоянии, 72 в состоянии средней степени тяжести. В числе инфицированных 63 ребенка. Глава региона призвал ставропольцев оставаться дома, до минимума сократить число контактов, внимательно следить за здоровьем своим и близких. Остается совсем немного времени до одного из главных праздников страны – Дня Победы. Губернатор Владимир Владимиров ранее в ходе прямой линии подчеркнул, что все мероприятия, в частности парад Победы, проведут позднее, когда улучшится эпидемиологическая ситуация. Тем не менее, в крае 9 мая организуют ряд памятных акций. Стартуют они в 10 утра. В небе над Ставрополем военная авиация покажет фигуры высшего пилотажа. В 11.00 начнется акция «Бессмертный полк онлайн». В 19 часов во дворах густонаселенных микрорайонов состоится массовое исполнение песни «День Победы». Весь праздничный день со ставропольцами проведет телеканал «Свое ТВ». В эфире пройдет трансляция онлайн-концерта лучших исполнителей проекта «Голос Победы». Зрители смогут проголосовать за понравившегося вокалиста, а члены жюри выберут лучших исполнителей в категориях «Дети» и «Взрослые», которые получат денежные призы. Победителей СМС-голосования также отметят подарками. Завершится день праздничным салютом. 600 тысяч человек уже подали заявки на участие в патриотической акции «Бессмертный полк онлайн». В этом году из-за эпид-ситуации традиционное шествие пройдет в виртуальном режиме. Чтобы присоединиться к участникам, нужно оформить заявку на сайте polkrf.ru, либо на странице проекта в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Там нужно заполнить анкету с информацией о родственнике участники войны, загрузить его и свои фотографии. Впрочем, участвовать в акции можно даже если фото ветерана не сохранились. 9 мая присланные снимки сформируют в видеоряд. Трансляция будет идти на сайте проекта, крупных мультимедийных площадках и на телевидении. В Пятигорске начали выпускать противоэпидемические костюмы для медицинских работников. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграм губернатор Владимир Владимиров. К производству нового вида продукции приступило одно из предприятий курортного города. Защитная одежда будет востребована в больницах, краях, где лечат пациентов с коронавирусом. В сутки планируют выпускать 3000 костюмов. Если потребность сохранится, шить такую одежду начнут и другие фабрики региона. Ранее на Ставрополье успешно наладили производство масок и бахил. Майские дожди пришли на Ставрополье с грозой и градом. МЧС предупреждает, в краевом центре и местами по краю до 7 мая включительно ожидаются ливни со шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Возможен град. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок. Пешеходам следует быть предельно внимательными, особенно вблизи воздушных линий электропередач. Жителям частных подворий лучше понадежнее закрепить шатки и конструкции. Возможно повреждение окон и кровли. Град и сильный ливень могут угрожать сельхозкультурам. Ожидается, что пасмурная и дождливая погода продлится до конца недели.